Саша, как у него кличка? Торик. Торик? Тор. Норвежский злобный бог. Тор. Ветра. Ветра у горогана Тор. У Наташки фантазия такая. Хорош. Аж лоснится весь. Это наш аргончик. Вообще в леготу проехал. Я тебе говорил, никаких вопросов там нет. Да, телефон забыл. Молодец, молодец, аргончики, молодец. Эээ, пришла. Нажрёмся. Сейчас, идите. Что идёшь, здороваешься? Ужа завернула. Ну всё, всё, поздоровались. Всё, всё. И в серию, блядь. Берелька. Всё, иди. Иди. Оп. Пошли. Оп. Всё, сиди. Всё, сварить. Надо молодёжничать. Так, вот сюда и пойдём. Вот здесь в километре речка. Вот тот же самый рожон, на котором мы вчера и чай пили. Сейчас, знаете, к нему же и придём. Через километр. Вниз по течению. Там зажгём костёр, будем варить суп, завтракать. Всё, а собаки хотят, гоняйте. Не хотят, жрите вместе с нами суп вкусный. Ну, не поднимут. Сейчас сверельку наброшу. Поклевал. Чай веков. Сейчас поднимем. Тихо-тихо, в ножировке. Давай, 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 искать, искать, искать. Сейчас уже полгода. Жарко. Что-то не может крутить тут всё в одном месте. Не может оттуда уйти. Надо пойти с ним. Давай, Аргоша, давай. Давай, давай, давай. Тут, тут, тут. Ну, что ты тут затопчешься в одном месте? Он же, его тут нет. Ты же видишь, его нет. Значит, дальше надо идти. Ну. Да. А нифига себе она не видно. А нифига себе, нифига себе, нифига себе. А нифига себе не видно. 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 Вырвались на оперативный простор. Да. Он надеется. А нифига себе не видно. Ага. Ага. Он дал с щенящим голосом. Придется на дорогу. Ага. 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 . Ага. 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 Как он рад! Молодец! Молодец! Это сын сигнала и мечты Шваба. На руку, на руку, на локоть. Хорош, блядь, под карьеру. Конечно, красавец. Никак не можем поднять. Сижу, смотрю, кузенечек сидит. Опа. Вот и нет. И почему-то у него нет одной лапы. Не прямая же, она больше померла. Только так. Не хочет. Она какая, вреднючка. Где-то лапу потерял. А, нет, она их загнула вот так. А, он оперся и вот так стоит. О! Сыреля поняла. Ключки. Триста девяносто от меня. Уходит. О, к ней идти. О! Уже, Александра. Чайку. Скипятил. Костерчик. Все как положено. Он параллельно речке пошел. Ох, как ты быстро пришла-то. Конечно. Вы так хорошо покричали. Я слышала. Костерчик. Уже прогорел. Мальчик. Колбаска. Не рехотская колбаска. Дай лучше кусочек хлебца. Без колбаски. Бой колбаску. Сырокопченая колбаса бракует. Сейчас, Мария Антимовна. Мы познакомились с Александром. И задали ему вопрос. Можно ли поймать волка петлей? Он как промысловик, который издревле несет эту науку промысловой охоты, знает, можно это сделать или нет. Нельзя. Волка поймать петлей. Невозможно. Просто исключено. Полно врать-то. Люди ловят петлей. Никто не ловит. Никогда никто не ловит. Может на Кавказе где-нибудь. В какие-нибудь горах. Да у нас и ловили. Кто? Никто не ловит. Да ловят. Только ядам и капканам. Не надо дурок дать. Ну кто их поймал? Кто их поймал? Кто поймал? Так что вот у нас спор зашел. Большая статья в журнале. Ну и что статья? И интернете есть, и статей есть. Но никто волка петлей не поймал. Конкретный человек, конкретный егерь. Ходит. Вот собирает мочу волка. Он собирает. Вот где волк помолчился? А то снег собрал, 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 собрал. Он больше меня знает. Так что интервью к нему. Ну понятно. Так что... Слушай, по результатам. Ты сколько волков поймал? И одного. А ты, Саша, сколько добыл? Одного поймал, один ушел с капканом и четыре штуки разламывали капканы. Вот это уже результат. Угу. Разламывали прямо, да? Да. Разламывали зубами. Вот сам Александр Юрьевич видел. Так слабый, наверное, капкан был, да? Ну... А тугой стиль на капкане не поставить. Это же зимой в мороз надо ставить ловить. Как ты поймаешь волка? Ставят петлю. Нет, поймаешь ты петлю. Как ты поставишь петлю? Это может какой-нибудь дебильный охотник, ненормальный, шизофреник. Он мог поймать. Может быть. На себя-то посмотри, прежде чем про людей-то так говорить. А про каких людей-то? Ну, кто ты мне? Покажи этого человека, который поймал волка петлей. Я одного знаю человека. Поймал волка петлей. Поставил зимой петлю на капкана, а волк весной попался. Чисто ненарочно. Вот такой случай. Ненарочно, случайно. Он весной в дождь бежал. Марина, отрезай хлебушку с колбаской. О, я уже отрезал. Так же, пейте чай, Марина. Смотри, вот тебе хлебушку. А как говорят, надо кипятить перед тем, как ставить капкан? Да, надо кипятить. Надо в рукавицах работать. И надо заметать свои следы. На расстоянии хотя бы 10 метров. 10-8 метров. А так, какая еще вам охота нравится? Ну, вот вы с лайкой ходите. Какой вам самый интересный зверь, которого поймать надо? Перехитрить, добыть? Это волк и рысь. Расскажи, рябчиков сколько поймал за прошлый сезон? 38 штук. Рябчиков. 38. Стрелять не надо, да? 35 петельку поймал рябчиков. Плохо ли суп из рябчика? А разве на петли можно рябчиков ловить? Ну, если бы он поймал 38 штук. Силки. Силки. Ага. Он живет один. Саша зовут. В заброшенной деревне. Лес это его еда. Держит лайку. Вот сейчас гончу держит. Сейчас Саша немножко утрировал, посмеиваться над ним. Нормально. Но это хороший охотник. Именно русский человек. Сломали, перепилили. Вон мостик был. Приехали, распилили. Древние ломовые Мантруского района. Деревня была от горизонта до горизонта. Сейчас нет ничего, кроме березок и травы. Наверное, от цивилизации то, как говорит этот столб железобетонный. Здесь ленина посоховодина была и трансформатор был. Угу. И остался всего лишь один дом. Вот труба торчит от него. Сейчас мы туда идем. Кушали свое льняное масло. А, льняной завод здесь был, да? Да. Льняной завод был здесь. Льняное семя били и добывали льняное масло натуральное. Ну давай, качка. Отвали. Идем, сверли. Айди, айди как ты его. А чего он тебе не нравится? Ну, познакомься, познакомься. А чем он тебе не нравится? Хороший мальчик. А он какой хороший. А чего ты на него такая обиженная? Вот единственный дом остался на малых. А вон там еще один разрушенный. А я вот так потихоньку ружью поднял. Я не спрошу что-то. Она меня упустила. Развернулась и назад. Вот она презента Александра Юрьевича. Сколько лет она спасала? Да. В 20-е точно. В 20-е точно. В 20-е точно. Отличная устья, чем у леса и вторая. Вон и покойка. Телевизор даже есть. Да, это не мечки. А света, наверное, нет уже, да? Света-то нет конечно, я никогда не рада, что тут был. Русская печка топила пироги пить и до сих пор, русская печка топится. Генератор тут есть? Да, нет. Вы видишь, мостата теперь придется тащить целый километр, ну ерунда, а он легкий. Килограмм 5-6. Ну, в принципе, это не тяжело, 5-6 километров. Ага, уже пошли, а что это значит грибов уже не будет? Говорят, если пошли опята, то грибов уже не выжди. Первый рост был опят, а потом второй рост был. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok